Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее письмо и давайте прокомментируем. Я видела, что вы разбираете некоторые истории, решила попробовать написать свою. Если она покажется вам интересной и заслуживающей разбора, я буду безумно рада. Мне 26, моему молодому человеку 28. На данный момент у нас около года отношения на расстоянии. Он окончил колледж в Канаде, сейчас подает документы на резидентство. Я живу в Сибири. Мой молодой человек турок, причем со стремлением в сторону религиозного турка. Он соблюдает пост, молится, изредка ходит в мечеть. Я к этому отношусь спокойно, поддерживаю его. Главное, чтобы меня он с этой религией своей не трогал. У нас вроде бы неплохие отношения с одной стороны, но попытаюсь вначале перечислить плюсы этих отношений. Во-первых, он каждый месяц присылает мне 500 долларов в качестве поддержки, хотя сам еще не стоит твердо на ногах. Во-вторых, за все время нашего общения у меня ни разу не возникло к нему вопросов или каких-то подозрений в неверности. Моя интуиция в этом плане вообще спокойна. В-третьих, я всегда уверена в том, что если что-то случится, например, у моей кошки была неожиданная операция недавно, то он всегда поможет и не оставит меня наедине с моими проблемами. В-четвертых, его друзья и родители уже обо мне знают. Отношение родителей ко мне настороженное. Он меня не прячет никаким образом. В-пятых, вроде бы у него хорошая семья. Я так поняла, что отношения между родителями очень теплые до сих пор. Для меня это очень важно. Он постоянно ими восхищается, а не для него пример. Минусы, к сожалению, тоже есть. У меня порой возникает ощущение, что меня не принимают такой, какая я есть. Когда мы встретились, я была с маникюром, педикюром и наручными ресницами. Но сейчас он этого не одобряет. Я не знаю, как описать это, но я пятой точкой прям чувствую его недоверие. Ему почему-то не нравится моя кошка, а именно, что она живет со мной в квартире. Кошки не должны жить внутри дома, он говорит. Хотя вот недавно помог оплатить все ее лечения. Я ему жестко обозначила, чтобы он не думал, что есть хотя бы 1% вероятности, что я дам кому-то свою любимицу. Если мы будем жить вместе, моя кошка переедет со мной. Ну и в-третьих, я заметила, что порой мои интересы обесцениваются. Например, я слушаю медитации перед сном. Вчера я ему это рассказала, и мне было сказано, что это неправильно, это ерунда, это игры с разумом, и вообще я не в том направлении смотрю. Так как эта ситуация была уже не первой, я отрегировала довольно эмоционально. И услышала от него, что мой духовный уровень ниже, нежели его. Потому что я не религиозный человек, поэтому, по его мнению, и я верю в эффект от всех этих медитаций. Я не могу привести какие-то дополнительные, конкретные примеры сейчас, такого вот обесценивания, но они однозначно были просто менее жесткие, нежели вчера. И когда он провел рукой одну черту ниже второй, то, по его мнению, я нахожусь где-то там. Мне стало жутко, я почувствовала какое-то неуважение к себе, как к человеку. Я даже задала ему вопрос, что же ему тогда во мне нравится? А он не ответил. Просто сказал, что любит меня больше, нежели я могу представить себе, и посоветовала мне идти спать вместе до того, чтобы ругаться с ним. Честно говоря, я бы не сказала, что в этих отношениях я расслаблена, и всегда могу высказать какие-то свои мысли. Порой я пять раз думаю, прежде чем что-то сказать, чтобы не наткнуться на вот такую вот реакцию. И меня это напрягает. Но не могу понять тогда, зачем ему такая девушка, которая вообще не подходит под его мировоззрение? Зачем тогда все эти сложности с переездом, с убеждением родителей? Не проще ли тогда найти турчанку или местную канадскую какую-нибудь девушку? Скажите, пожалуйста, оправданы ли мои опасения? Иногда я думаю, что просто накручиваю себя. Я просто достаточно эмоциональный человек, но чувствую подвох, чувство подвоха меня не покидает. А это, знаете, не чувство подвоха. Вы правильно все расцениваете и чувствуете, к сожалению. Я бы тоже об этом задумалась. Причина, почему вот этот проуровень, вот эта вся история в конце, которая была из минусов, да, он чувствует себя офигенным, выполняющим свою миссию как религиозный человек, к сожалению. И вот когда вы начнете вместе быть, жить, например, это будет давление в плане религиозного, тут к гадалке не ходить. Девочки, напишите в комментарии, кто вот с таким встречался, или как вы думаете, это проявление, я права в этом или нет? Мне чисто кажется, чувствуется, что вот так. Он чувствует себя выше, вы правильно все описываете. У вас очень хороший анализ идет в себя, анализирует эту ситуацию. Я сейчас расскажу, почему вы сомнения о себя загоняете. Вы правильно все анализируете, минусы вы правильно переписали. Он у нас с вами как с личностью не считается. Он хочет, чтобы был по его. Вы не религиозный. Знаете, сейчас он об этом мне говорит, но когда вы будете рядом, боится, что вы, может быть, соскочитесь с отношений. Но когда вы будете рядом, начнете с ним жить или выйдете замуж, он начнет вас вообще ломать и гнуть под себя. И вот это ощущение неуважаемой личности рядом, партнером, например, как мужчиной своим, вот это ощущение заниженности, это всегда будет. И вообще, ну, у меня такие ощущения, мало просто информации про него, про характер, поведение, каких-то случаев. Ну, ощущение такое нарциссическое какое-то у меня повеяло, потому что нарциссы всегда правы, всегда по их, они выше, они экстра завышенные, да, и они занижают тех, кто рядом. Они за счет этого живут и питаются, себя подпитывают. Это опасная такая ситуация, я бы сказала. Я бы так задумалась про эти отношения. Понимаете, главное же, на чем надо сфокусироваться. Не важно, правы вы, сомневаетесь ли вы, или он дает повод сомневаться, сомневаться, но вы чувствуете, что что-то не то. Вот здоровые, хорошие отношения, это те, в которых вам комфортно, от которых вы кайфуете. И, как я говорю, можете расслабиться, расслабить свою попу и спокойно доверять человеку. Ему вы доверять не можете. Вы пишите, я подбираю слова или как-то так строю ситуацию, чтобы не было вот такой реакции. Мне от нее страшно, она мне неприятна, такая реакция. Поэтому я бы вообще задумалась о развитии отношений с таким человеком, это еще на расстоянии вы чувствуете. Прикиньте, когда вы вместе начнете жить. Мне кажется, это конкретная ломка пойдет. Он будет подделывать под себя, как нужно. По поводу родителей. Вы сказали, мне на осторожность, они ко мне не очень относятся, но он им меня демонстрирует, показывает. Ну, вы же не знаете до конца, как там на самом деле. Возможно, они вообще категорически тоже против. Вот опять же, как человек с очень завышенной самооценкой, ему не стыдно, не стремно показать вас свой выбор. Дело не в вас, а в его выборе. Возможно, он там с родителем каким-то образом подобным борется, выходит из-под их контроля. Ну и что, что они против, как бы они свою фи показывают, но он все равно продолжает гнуть линию. Дело здесь не в любви к вам, что он вас так любит и идет наперекор своим родителям. Скорее всего, за счет вас решает свои проблемы со своими родителями, с их контролем. Вот что, в чем дело. Вполне вот такое возможно. И вот вначале вы перечислили, я хочу отметить, что в перечислениях плюсов у вас почему, что я обещала сказать, сомнения идут. У вас хорошо развита интуиция и анализ, здравый смысл. Вы понимаете, что в чем есть проблема. Все это знаете сами. Но вы тут же себя останавливаете и говорите, может, я не права, может, я сомневаюсь, может, я нагнетаю, да все вроде нормально, да ничего такого страшного нет, да все в порядке. Дело в том, что вы очень сильно зависите от него, вам хочется и приятно, что вы зависите от него финансово. Первый пункт из всех, он мне присылает 500 долларов, да, поддержку. Другой пункт был, я люблю мою кошку, и она болела, он мне прислал опять же опять же финансовые деньги на ее лечение, да. То есть финансовый момент для вас очень важен. И терять его не хочется. Хотя мозгами, ментально вы понимаете, душевно, что я чувствую себя закрытой, с ним не раскрепощен, и он меня как личность не уважает. И я уже сейчас, еще не живя с ним вместе, подстраиваюсь под его настроение, чтобы не провоцировать подобные негативные скандалы и его реакции на мое поведение. То есть он вас не принимает как личность еще до начала какой-то совместной жизни, там до брака и так далее. и просто вас останавливает вот эта финансовая зависимость. Два. Вам хочется, чтобы за вас брали ответственность. Я думаю, здесь вопрос какой-то с родителями вашими или семейным вот этим теплом. Вы ищете себе человека, которому можно довериться. И вы такого нашли в материальном плане. Он вас поддерживает, доверяет. С кошкой все равно он деньги на нее выслал и поддержал морально. Но при этом он высказывает недовольство кошкой. Мое мнение выше твоего. То есть это неправильно, так как ты считаешь. Вот получается, свою проблему определенную вот эту вы закрываете, он подходит под это. Он дает деньги, какие-никакие, и морально там как-то поддерживает. Типа партнер, товарищ, там все в таком роде, любит, заботится. Семейное вот это тепло, что и нужно было бы, поддержку дает. А другая сторона оголяется. Мой характер, мое поведение, моя личность не учитывается. Даже против. И говорят, что я не такая какая-то. Я чувствую себя недолюбленной в этом плане, непонятой, и чувствую дискомфорт. Я в минусе определенном, душевном. И вы сейчас себя пытаетесь переубедить, что вот это, это нормально. Потому что есть вот это, финансовая поддержка. Моральная поддержка и финансовая. Но в дальнейшем вам придется либо сломаться, если вы сможете себя уговорить сломаться, и продолжать эти отношения, и всегда подстраиваться под этого мужчину. А оно вам нужно. Это разве счастье, когда ты контролируешь каждое свое слово, свое поведение с ним, чтобы он там не ругался, не злился или еще что-то. Это начало. А будет он с вами, вот говорю, физически, рядом будете вместе жить в одной квартире, там замуж выйдете, или просто сожидеться, он начнет давить про религию. Если не сразу, то потихонечку с годами он будет капать вам на мозг, что ты в Бога не веришь, это нехорошо, и он будет потихоньку, потихоньку вот это готовить. И вы уже тогда, контролируя себя, свои слова и свое поведение, чтобы его не провоцировать, вы подстроитесь и скажете, а ладно, надо прямой ислам, лишь бы ты отстал от меня. И у вас все, в принципе, поведение с ним, общение сойдется на то, лишь бы ты отстал, лишь бы ты не лез. Вы всегда, вы всю свою личность будете контролировать. А это не свобода совсем. И о развитии своей личности, я вообще молчу, в таких отношениях ее нет. Вы будете зависеть полностью от него, не только финансово, морально, но от его мнения, от его настроения и чувствовать, простите себя, говном всегда, потому что где-то вы ему не угодили, не так, как он хочет себя чувствовать с вами рядом. И эта проблема, в основном нарциссы так любят подстраивать ситуации, потому что люди рядом с ним себя ощущают говном, вот честно скажу. Понижают самооценку, за этот счет возвышаются. И люди сильные рядом с нарциссами не уживаются, как правило. Они, скажем так, отпадают в силу всяких обстоятельств, причин и всего прочего. А ну надо вам за это там держаться. Если нет только этого ощущения счастья, свободы, реализации себя в отношениях как личности, я даже считаю, это еще и важнее чувствовать себя личностью в отношениях, которые уважают, и не стыдно открыть рот, поделиться своим мнением, о чем-то сказать, да. Это не так, это для меня лично, это важнее, вот эта часть, чем финансовое благосостояние отношений и там защищенность какая-то, там дом или еще что-то, там, не знаю, квартира, я имею в виду материальное что-то. Вот это личностно, это важнее. Найти человека, который смотрит с тобой в одном направлении, поддерживает тебя и принять тебя любым. Вот это самое главное в отношениях, о чем я вам советую задуматься. Но решение вам все равно самой принимать, я просто немножко разрисовала эту ситуацию попонятнее, может, как-то пыталась сделать. Пишите комментарии под видео, как вы считаете, что девушке предпринять, какие действия. Я считаю, что нужно просто подождать, посмотреть на его проявления и себя анализировать. Давать больше отпора какого-то, не контролировать себя, а быть реально такой, какая вы себя чувствуете, какая вы есть на самом деле. И смотрите на его реакцию, принимает он вас или нет. Может быть, он просто заколебается бороться с вами и просто как бы сам прервет отношения, потому что поймет, что вы уперты, вот такая гая есть. Если он вас не принимает, то это его проблемы, но никак не ваш, и вы должны под него меняться. Просто это неподходящий человек для вас. Вот и все. Пишите комментарии, давайте советы. Под видео я всегда оставляю почту. Вы можете писать туда свои истории для видео, либо записываться на консультации психологически в скайпе. Спасибо вам всем за внимание. Ставьте лайки, распространяйте это видео. Всем спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok